Музыка 44, механик Главный бухгалтер, 44 года Контролер АТК на заводе Я врач-инфекционист Будущий тренер Бери больше, это будущий министр спорта Хоккей объединяет Одни болельщики наизусть помнят счет любого командного матча Другие не отличат буллит от вбрасывания Но для всех на арене победа или поражение Этим вечером станут личными Ведь для Петербурга хоккей это давно больше, чем просто игра Это философия Кросс не играет хоккей Ты кем хочешь быть? Вратарем? Нападающим? Защитником? Я и так упадающе Тимофею четыре И уже почти год его мама и папа приезжают на работу на четыре часа позже Уезжают, кстати, тоже Все ради их упадающего, который три раза в неделю тренируется рано утром И сон это не единственная жертва Нужно еще купить экипировку Примерно стоимость 30 тысяч где-то вот так вот На маленького, совсем маленького хоккеиста Но это не новое Так, да-да, могу построить куда-то Сейчас поеду Первые несколько лет любой ребенок занимается для здоровья Просто предположить, получится ли из него спортсмен Тренер сможет минимум годам к восьми А потом переходный возраст, школа, девчонки В общем, человеческий фактор Вот сегодня, например, тренировка как-то не задалась И даже прогноз тренера ничего не гарантирует Но желающих отдать своего мальчика или девочку в хоккей с каждым годом только больше Реальные шансы стать профессиональным спортсменом есть у 0,01% занимающихся Мы всячески стараемся разъяснять, что ребенок вам ничего не должен Вы можете ему помочь, но не факт, что в итоге он станет спортсменом Все наши действия направлены на то, чтобы им хоккей очень нравился То есть, если плохо будет делать, баба Игорь выскочит с собой и заберет Наверное, только в детстве хоккей – это просто игра, не больше А для родителей все их усилия, время, деньги, ранние подъемы – это не аванс, который им обязательно вернут А инвестиция 1946 год В СССРах хоккей с шайбой знают единицы Но даже они не видят перспектив в этом странном виде спорта Все играют с мячом Но канадский вариант включен в программу Олимпийских игр Значит, решено – срочно освоить и выбиться в лидеры В том же году устраивают первый в истории Союза чемпионат В Москву выезжает команда и из Ленинграда Вот если правило еще можно было успеть подучить, то экипировку, защиту для этого несуществующего в СССР спорта взять было просто негде Но зато были два других национальных вида спорта Летом футбол, а зимой хоккей с мячом Вот спортсмены и нашли выход Взяли зимние хоккейные ритузы, чтобы они смягчали падение А сверху надели футбольные шорты Ну, чтобы было похоже на команду И даже на первом чемпионате без драки, кажется, не обошлось Это исторический, тяжелый и агрессивный вид спорта Легендарная суперсерия 72-го года СССР-Канада Первый матч в Монреале Вместо прессе эту игру назовут катастрофой века Канадцы проигрывают в свой канадский хоккей В ход быстро идут кулаки Лучший игрок канадцев Фил Эспозита готов разобраться с капитаном советской сборной Борисом Михайловым Но со счетом 3-7 побеждает сборная Советского Союза И тогда Эспозита приходится публично извиняться перед нацией Это не значит, что мы не выложились на все 100%, потому что мы сделали именно так Некоторые современники переведут это так Если бы мы могли умереть на льду, мы бы умерли Вот что значит профессиональный спорт Так хоккей с шайбой перестал быть только канадским и стал просто хоккеем сильнейших А у Советского Союза и России появился еще один национальный вид спорта Лед во дворе еще не готов, поэтому тренировку перенесли в зал На новый крытый каток команда непрофессионалов Василия Островского района не выйдет принципиально Они играют в воровый хоккей, они так привыкли Без хоккея, к сожалению или к счастью, жить невозможно Это уже как в крови, с самого раннего детства Раньше и ворота толком-то не были, были щиты деревянные большие, просто ставили Или из чего-то, там коробки стали, как штанги, слева-справа Из одежды ставили Из одежды? Да, ботиночки ставили вот так слева-справа, и это были ворота Почти каждый из игроков детский тренер Поэтому хоккея даже без этой команды в их жизни достаточно Но двор это совсем другое Здесь хоккей это не занятие, а время Время – детство Синий лёд В жарких схватках раскалённый лёд Парни в шлемах словно пять ракет Летят вперёд, чтобы у чужих ворот Зажечь победы свет Единственная профессиональная женская спортивная команда на две столицы Динамо-Нива У скромной Александры Вафиной за плечами две Олимпиады и несколько медалей чемпионатов мира Играть начинала в маленьком Усть-Каменогорске В секцию дочь отдала мама, тоже тренер Если для всех тогда это был мужской спорт, то в семье Вафиных исключительно женский У каждой девочки в нашей команде были случаи, когда им нужно было доказать свою правоту, состоятельность Будь то это однокурсник или одноклассник, который, да что ты там ерундой занимаешься, потому что всегда такие моменты были И своими результатами, подходом к работе ты просто показываешь класс, показываешь свой уровень профессионализма каждый день Мы понимаем, что у нас хоккей не такой зрелищный, как у мужчин, и не такой быстрый, но в любом случае у нас видна игра, видно построение рисунок наших тактических действий, это очень интересно Если бы можно было изменить эту строчку из известных песней, там «Хоккей играет настоящий мужчина», вы на что бы ее заменили? Кто играет в хоккей сегодня? Те, кто любит эту игру И кто бы ни выходил на лед, мужчины, женщины, профессионалы или любители, от этой игры невозможно оторваться Ведь она как модель нашей жизни, где вечно борются противоположности Защита и нападение, логика и физика, лед и пламя Полина Ганичева, Пульс города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok